Я приветствую всю церковь, всех, кто сегодня сидит в зале, в Центральном, Нижнем, всех, кто смотрит нас онлайн, пусть Бог благословит вас. Когда я была маленькой, папа иногда брал меня на работу в свой химический институт. У него в лаборатории были очень большие столы с огромными стеллажами, на которых стояло огромное количество стеклянной посуды. Именно такой, которая у нас была в химических кабинетах в классе. Он брал несколько чашек Петри, что-то там мешал, ставил передо мной и давал мне лакмусовые бумажки. Можно фотографию? Лакмусовая бумага — это такие индикаторы, которые показывают, кислотная среда или щелочная. И вот я отрывала по одной штучке, опускала и потом сравнивала со шкалой. Для меня на тот момент это было очень интересное занятие. Давайте мы запомним эту историю. Мы сегодня несколько раз к ней будем возвращаться. А сейчас прочитаем Псалом, 5 глава, 12 стих. «И возрадуются все уповающие на тебя, вечно будут ликовать, и ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться тобою, любящий имя твое». Слово «уповать» заимствовано из старославянского. В словаре «Стронго» слово «уповать», «батах» означает полагаться, доверяться, надеяться, верить. В современном, в нашем повседневном языке чаще всего мы используем синоним этого слова, это слово «доверять» или «доверие». Давайте внимательно посмотрим на этот стих. Я специально попросила выделить два центральных слова. «Возрадуются» и «уповающие». Этот стих говорит о том, что все, кто доверяет Богу, будут радоваться. Получается, что радость – это результат доверия Богу. А это значит, что радость может для нас послужить, как у химиков лакмусовая бумага, и показать уровень нашего доверия Богу. Толковый словарь пишет, что доверие – это убежденность в честности, добросовестности, искренности кого-либо, в правильности чего-либо и основанное на этом отношении к кому-либо или чему-либо. Я бы хотела сейчас это обозначение прочитать немножко по-другому, но будет у вас на экране. Доверие Богу – это убежденность в честности, добросовестности, искренности Бога, в правильности Его воли для меня и основанное на этом отношении к Нему, людям, ситуациям и обстоятельствам вокруг меня. На самом деле доверие Богу имеет огромную-огромную глубину, значение этого слова. И сегодня мы попробуем просканировать наше доверие и понять, какое же оно у нас. И тема проповеди – индикатор доверия. И как у лакмусовой бумаги есть шкала, точно так же и у нас сегодня будет шкала – шкала радости. И первый уровень радости – это радость, как американские горки. И мы прочитаем первый стих Луки 10, 17. Его совсем недавно читал пастор Николай Савчук. Луки 10, 17. 70 учеников возвратились с радостью и говорили – Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем. Иисус Христос 70 учеников послал в разные города и селения, разделил их по двое и сказал, чтобы они шли, проповедовали людям, исцеляли и освобождали. Путешествие учеников было насыщенное, оно было очень интересное. И когда они возвращались, они делились эмоциями. Вау! И бесы нам повинуются. И, возможно, они даже спорили друг с другом, кто больше исцелил людей, кто больше освободил, а кто большему количеству людей проповедовал. Эмоции били через край. Я вот, знаете, как вижу эту картину перед глазами. А теперь давайте поднимемся чуть-чуть выше и прочитаем 9 главу, 52 стих. «И послал вестников перед лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалиме». Мы не знаем, как на эту ситуацию отреагировали другие ученики. Давайте прочитаем чуть дальше. «Видя то ученики его, Иаков и Иоанн сказали, «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илья сделал?» Мы не знаем, как другие ученики отреагировали на это событие. Но Иаков и Иоанн очень вознегодовали. Они рассердились, разгневались и подумали, «Как это так?» И сказали, «Господь, хочешь мы сейчас огонь сошлем на этих людей и попалим их всех?» Если читать начало девятой главы и начало десятой главы, то те же Иоанн и Иаков, они исцеляли людей и служили им. Но в промежутке между этими двумя прекрасными событиями они хотели тех же людей уничтожить. Насколько разные эмоции и насколько большая пропасть между ними. Радость — это не эйфория и не безудержное веселье. Это не бабочки в животе и не восторг, от которого захватывает дух, а чувство внутреннего удовлетворения. Человек не может жить в постоянном ощущении радости и эйфории. В нашем организме нет таких ресурсов, чтобы мы постоянно жили на пике этих эмоций. И поэтому, чем больше будет радость, тем больше потом наши эмоции может качнуть в другую сторону, к раздражению, гневу, злости или к безразличию. Потому что безразличие — это как эмоциональный штиль для того, чтобы нервная система восстановилась и успокоилась. Есть даже пословица, которая очень хорошо отражает вот этот маятник эмоций. «От любви до ненависти — один шаг». Люди с таким уровнем радости бросаются из крайности в крайность. Сейчас они ликуют «Бог мне ответил!» А через пять минут могут сказать «Бог меня не слышит!» Порой сюда относится радость от нашего служения. Получается — я радуюсь. Не получается — я огорчаюсь. Я очень хорошо видела проявление вот таких вот крайних эмоций в одном из своих сыновей. Когда он готовился к праздникам, он всегда был на пике эмоций, и он заводил всю семью. Вернее, он радовался, а нас он заводил немножко в другом понимании. Вот когда он готовился к Новому году, он заранее покупал петарды, прятал их в разных местах. 31-го числа у нас начинался штурм зимнего. Мы на улице слышали, где он, хотя периодически были акции изъятия петард, но у него всегда были новые… Да. Вот. Когда он приходил домой покушать, у нас начинался допрос с пристрастиями. «А когда уже Новый год? А когда уже мы сядем за стол? А когда уже будут подарки? А когда, когда, когда?» К вечеру мы с мужем были никакие. Мы садились все раньше за стол. Мы раньше молились, мы раньше клали подарки под елку. Они раньше, дети раньше их распаковывали. И знаете, что после этого было? Пять минут распаковки, чуть-чуть поигрался, а потом коронная фраза «Мне скучно» и шел спать. Столько в этот день было событий, столько интересного семейного общения, но это все проходило мимо него. У него были мгновения вспышек петарды и пять минут открытия подарка. «Когда Христос въезжал в Иерусалим, весь народ кричал ему «Асана!» И буквально через несколько дней ему кричали «Распни!». Но между этими двумя событиями было множество действий и людей, которым Иисус Христос послужил полноценно. Он полноценно прожил каждый день между славой «Асана» и между самым большим позором «Распни» и «Голгофой». Успех и неудача — это две крайности в нашей жизни, между которыми есть события, важные для нас. Есть дорогие сердцу люди, есть дни, недели, месяцы. И очень важно, чтобы каждый день между этими двумя событиями мы проживали полноценно. Важно не застрять на этом уровне радости, а полноценно жить в каждом дне. Если маятник нашей жизни в своей руке держит Бог, мы будем спокойны, в какую бы сторону нас ни качнуло. Второй уровень радости — это радость упования. И мы прочитаем 10 главу притч, 28 стих. «Ожидание праведников — радость, а надежда нечестивых погибнет». Почему ожидание праведников — радость? Потому что они не надеются на себя. Они не надеются на свои силы, мудрость, свои знания, свои финансы. Они знают все в руках Божьих. Они доверяют Богу, Его воле, Его любви, милости и заботе. И потому среди житейских бурь они умеют радоваться. Почему все-таки доверие для нас настолько важно? Вы знаете, я сама для себя получила откровение. Вера смотрит вдаль, видит цель. А доверие умеет с терпением преодолеть дорогу к этой цели. У веры есть терпение, доверие умеет ждать. И для меня это было огромное откровение. И я подумала, когда я сажусь с мужем в автомобиль, и мы куда-то едем, я не контролирую, какой дорогой он едет. Я ему доверяю. Я знаю, что мы прибудем в пункт назначения. Поэтому я не контролирую, где он повернул и где он остановился. Наша вера, как страховочный канат у альпинистов, одним концом привязан к нашему поясу, а другой конец в своей руке держит Бог. Он твой и мой тренер. Он нас страхует. И смотрит, как мы идем к своей цели. Для того, чтобы удержать, если вдруг мы устали. Или наша нога не нашла опоры, и мы вот-вот готовы сорваться. Когда тебя страхует сам Бог, в твоем сердце будет мир и радость. Христос знает, как это. Когда Он был в Гефсиманском саду, ученики, на которых Он рассчитывал, спали. Он остался совсем один. В это время на Него начали давить грехи всего мира. И под этой тяжестью капли пота были, как капли крови. Христу было неимоверно тяжело. И в это время Бог Отец держал Его за страховочный канат. Он удерживал Его. И знаком этого послал Ангела, который укреплял Иисуса перед самым сложным этапом Его служения. Давайте прочитаем Матфея, 6 глава, 34 стих. Иногда мы замахиваемся на слишком большие долгосрочные цели и переживаем за результат. Слово Божье говорит. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. И из этого места я хочу поделиться откровением. Если ориентироваться только на результат, то всю жизнь можно чувствовать себя несчастным и неудачником. Но если радоваться каждому дню, каждому шагу по достижению к этой цели, то тогда дорога будет наполнена радостью. И у меня в поместной церкви есть одна семья, у которой было на тот момент не очень много финансов. Они снимали жилье и еще пытались вытащить своих младших братьев и зацепиться в Киеве, получить образование. Они не киевляне. И после проповеди пастора Филиппа о финансах они завели конверт квартира. И первый вклад туда был 100 гривен. Большего у них не было. Но когда они каждый месяц откладывали по 100 гривен, не имея большего, вдруг начал развиваться бизнес главы семьи. И буквально через несколько лет они приобрели жилье и сделали там ремонт. Двухкомнатная квартира в Ирпене. Если бы не было этих маленьких шагов в 100 гривен каждый месяц, не было бы квартиры, не было бы своего жилья, и они бы до сих пор жили в съемной квартире. В твоем сердце есть цель, к которой ты стремишься изо всех сил. Что бы ни случилось, иди вперед и помни, твою страховку держит Бог. Он тот, кто заинтересован в тебе больше всего, чтобы ты дошел к цели. И третий уровень радости – это радость вопреки всему. И поэтому я выбрала вот такую картинку. Мне кажется, что это дети из Африки, там, где нищета, где не хватает воды, где вообще сложно жить. Но тем не менее они живут и радуются. Бывало ли у вас такое, что вы молитесь, стараетесь, стремитесь, но вокруг вас все продолжает сыпаться? Что бы ты ни делал, все не получается, все не так. Именно так было в жизни пророка Аввакума. Ему на долю выпала тяжелая участь видеть падение своего народа, видеть, как на царство после благочестивого царя стал царь, который не чтил Бога и ввел в грех свой народ. Нечестивый царь. И, видя зло, которое было в его народе, он сокрушался со своим сердцем. Он не понимал, почему так происходит. И он взывал к Богу и говорил, «Боже, почему? Почему? Когда все изменится? Почему ты допускаешь столько зла?» И в ответ он услышал пророчество о том, что ожидает его народ. Это была нелегкая участь, которая ожидала евреев. Но в тот момент, когда оказалось вокруг Аввакума все плохо, он сказал огромные слова веры. Аввакума, 3 глава, 17 по 19 стих, пожалуйста. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог – сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Для меня это слова огромной веры и величайшего доверия Богу. Это слова веры вопреки всему. Я буду радоваться, даже если в моей жизни ничего не будет получаться. Я буду радоваться, даже если на мои молитвы не придут ответы. Я буду радоваться, даже если мои мечты не исполнятся. Я буду радоваться, даже если не буду понимать, почему это происходит в моей жизни, и Бог это допускает. Я буду радоваться, потому что Бог меня не оставит. И здесь пророк Авакум проводит параллель. Он сравнивает себя с оленем и говорит, что Бог сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Олень умеет находить точку опоры на скалах, там, где, кажется, вообще нет выступа. И они, набрав скорость, выбегают, выскакивают на самую вершину. И Авакум, видя всю боль своего народа, все, что происходит, он сказал, Бог выведет меня на гору. Я увижу победу Божью в моем народе. И я думаю, что именно на этом уровне веры жили первые христиане. И я думаю, что именно на этом уровне веры живут христиане в тех странах, где сейчас голод и гонение. Они не знают, что будет завтра. Они не знают, что ожидает через пять минут их. Может быть, придут военные и арестуют их. И они будут гонимы. В начале своего уверования я по своей наивности думала, что у христиан никогда не бывает проблем. И не бывает болезней. У них все решается вот само собой. И у христиан все должно быть только самое лучшее. И я получила откровение для себя. Самое лучшее – это не чудеса и не исцеление. Это не семья и не дом. Это не машина и не образование. Не бизнес. Это не хорошая работа. Не отсутствие болезней. И не исполнившиеся мечты. Самое лучшее – это Христос и спасение. А все остальное – это Божье благословение. Братья и сестры, что бы в нашей жизни не происходило, лучшее у нас уже есть. У нас есть Христос. У нас есть спасение. И у нас есть небеса. Можно попросить музыканта пройти на сцену. Синдром Туретта – это генетическое заболевание нервной системы. Оно сопровождается вокальными и моторными тиками. Проще говоря, человек издает непроизвольные громкие, непроизвольные звуки и делает неконтролируемые движения. Дергает головой, руками, закатывает глаза, моргает, иногда даже приседает. Во сне этих тиков нет. Но когда человек волнуется или переживает, они становятся чаще и сильнее. Эта болезнь не лечится, и от нее нет лекарства. Можно попросить высветить фотографию? Это фотография Брэда Коэна вместе со своими учениками, у которого тяжелая форма синдрома Туретта. Брэд Коэн родился 18 декабря 1973 года в США. Болезнь проявилась после того, как его родители развелись. Ему было 6 лет. Сам того не желая, он регулярно срывал уроки в школе. Он поменял несколько школ и был посмешищем для детей. Отец злился на него, потому что считал, что он выкрикивает эти звуки и делает эти движения просто так. Психологи, врачи, учителя и директора школ считали Коэна клоуном и думали, что это недостаток воспитания. Его поддерживала только мама. От безысходности, когда ему было уже 12 лет, она перерыла кучу медицинской литературы и нашла написание, описание этого синдрома Туретта, после которого врачи подтвердили этот диагноз у мальчика. В отличие от других детей, с синдромом Туретта он учился в обычной школе. С отличием закончил университет и начал искать работу учителя. он провалил 24 собеседования, потому что всех пугал этот странный человек, который дергал головой и постоянно выкрикивал во время собеседований. Думали, как он может учить детей. Но Коэн подумал, что он просто не нашел ту школу, в которой увидят в нем человека и специалиста, а не просто болезнь. В 25 школе директор решил дать ему шанс, и он стал учителем первых классов. Очень быстро он стал любивцем у учеников, потому что он мог найти подход к самым сложным ученикам, которым не могли найти подход другие учителя. Несмотря на болезнь и непонимание окружающих, Брэд не стал обижаться и злиться на жизни. Он не мог ходить в кинотеатры, на концерты. Его однажды выгнали из кафе, потому что думали, что он пьян. В интервью он сказал, что его постоянным спутником и самым строгим учителем была его болезнь. И еще, что он чувствовал себя оскорбленным, когда в пятом классе учитель заставил его выйти вперед и извиняться перед всеми детьми. Именно тогда у него возникла мечта стать учителем, которого у него никогда не было. В 1997 году Коэн был выбран учителем года начальных школ в штате Джорджия. Сегодня Брэд Коэн – преподаватель, администратор школы, мотивационный оратор, автор книги и сценария к фильму перед классом, основатель фонда, помогающего больным, с синдромом Туретта. Он женат и имеет двоих детей. Если бы Брэд был здоров, он был бы обычным мальчишкой. У него не было бы такой жажды жизни и настойчивости. И тем более, он никогда бы не захотел стать таким учителем, которого у него никогда не было. Потому что он на всю свою жизнь смотрел через призму своей болезни. Братья и сестры, те обстоятельства жизни, которые мы переживаем, сложные, непонятные для нас, иногда бывают самыми сильными нашими учениками и помогают нам достичь того, чего бы мы не достигли, если бы этого в нашей жизни не было. Что бы в твоей жизни не происходило, не позволь этому тебя остановить и тем более сломать. Не сдавайся. Бог проведет тебя там, где ты не видишь пути. У Бога для нас самая лучшая воля. Мы должны научиться Ему доверять. И по дороге не всегда будет легко и просто, но Бог даст нам пройти и по зеленым пажетям, и быть у тихих вод, отдохнуть и успокоиться. И главное, Он будет с нами, и Он будет держать нашу страховку в своих руках. Давайте мы сейчас поднимемся и снова вернемся к тому опыту, о котором я сегодня рассказывала, и заглянем в свое сердце. А что говорит мое сердце? Что говорит мой индикатор доверия? Если моя радость не постоянно или ее мало, это еще один знак того, что нам нужно обратиться к Богу. Давайте помолимся и попросим, чтобы Бог научил нас доверять Ему по-настоящему. Господь Иисус, мы благодарны Тебе за то, что Ты показал нам настоящий пример доверия Отцу. Тебя ждала очень тяжелая дорога, но Ты не сдался, Ты не оступился, Ты прошел ее до конца. для того, чтобы мы сегодня имели в Тебе победу. И мы просим Тебя, научи нас, научи нас доверять нашему небесному Отцу по-настоящему. Я прошу Тебя, Господь, за тех, кого раскачивают эмоциональные качели. Боже, дай им поднять свой взор в небеса и в Тебе найти свое основание, чтобы их не бросало из стороны в сторону. Научи их жить и радоваться каждому дню. Я прошу Тебя, Господь, научи нас радоваться искусству маленьких шагов, чтобы каждый наш день, чтобы каждое наше усилие приносило нам радость. И мы видели, как постепенно мы приближались к цели. Научи нас особому терпению, терпению, которое есть только у доверия. Я прошу Тебя, Господь, за тех, кого совсем со всех сторон давят и окружают проблемы. Те, кто уныл, у кого опустились руки и, возможно, даже закралось разочарование. Я прошу Тебя, Господь, обнови их силы и сделай их ноги, как у оленя. Боже, покажи им дорогу в Тебе, натяни их страховку и удержи их от падения. И именем Иисуса Христа я прошу Тебя, Господь, пусть в их сердца придет вера и доверие Тебе, что Ты проведешь их сквозь бурь и выведешь их на высоты, Твои высоты и к Твоим победам приведешь их. Благослови, Господь! Пусть будет разрушен дух отчаяния и уныния. И именем Иисуса Христа, пусть будет разрушена депрессия и будут разрушены мысли о самоубийстве и отчаянии. Боже, пусть Твоя победа наполнит их до конца, пусть доверие Тебе станет их проводником, а Слово Твое светильником для их ноги. Ты вместе с ними, и Ты проведешь их через все трудности, и Ты дашь им увидеть Твою славу и Твое могущество. И в конце нашей жизни, Господь, мы все придем в небеса, там, где будет множество Твоей славы и где не будет никакой беды и никаких проблем. И сегодня, Господь, с нашим доверием мы приходим к Тебе и просим Тебя, восполни каждую из этих нужд. Что бы ни было, Господь, что бы ни говорили врачи или люди, пусть от Тебя придет ответ. Выведи, Господь, и окажи Твою помощь во имя Иисуса Христа. Аминь. И я хочу сейчас молиться еще одной молитвой с теми, кто сегодня впервые, но вы еще не каялись в своих грехах. Или, возможно, вы были несколько раз в церкви, или были когда-то с Богом, но отошли. И сегодня вы хотите примириться с Богом, раскаяться в своих грехах. Если вы устали от грехов, которые есть в вашей жизни, если вас уничтожило одиночество, если вам тяжело и плохо, если вы хотите, чтобы Бог был рядом с вами, и чтобы Он помог вам прожить каждый день в вашей жизни, я хочу сейчас молиться с вами. Поднимите, пожалуйста, вашу руку там, где вы стоите. Спасибо большое. Спасибо большое. Я вижу вас. Бог хочет держать вас за руку. Повторите, пожалуйста, молитву за мной. Мой дорогой Господь, я каюсь перед Тобой во всех своих грехах и прошу Тебя, прости меня, очисти, освяти, благослови меня, Господь, будь моим Богом и Спасителем. Всю свою жизнь я посвящаю Тебе, мой Царь и мой Господь. Аминь. Мы поздравляем вас. Это самое прекрасное решение, которое вы могли принять. И после служения, пожалуйста, подойдите сюда вперед, служителя познакомятся с вами и вручат вам подарки. Будьте благословенны.